Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Евгения Шакер, и я практикующий психолог и коуч. Сегодня я хочу снять такое небольшое коротенькое видео для вас на очень актуальную тему. Буквально последних, наверное, два запроса у меня были про гиперактивных детей. Я думаю, что вы наслышаны. Это слово звучит везде и всюду, и у многих поставлен этот диагноз, хотя сейчас это уже как СДВГ, то есть синдром 10 – это внимание гиперактивности, обычно формулируют его так. Но в любом случае, насколько я узнала, я была в шоке от того, что большая часть людей, ну не то чтобы больше, но большое количество людей не совсем понимает, что же такое гиперактивность. То есть мы привыкли понимать это следующим образом, что гиперактивный ребенок – это тот ребенок, у которого очень много энергии, который прям вот буквально, она его разрывает на все стороны, что ребенок, который не может сфокусироваться, не может сконцентрироваться. Все из-за того, что прям эта энергия со всех дыр. И поэтому он не может себя держать в руках, он не может спокойно сидеть на уроках, слушать Марью Ивановну, которая там что-то очень важное объясняет. Ну, материнство никто не отменял, ребята, поэтому придется продолжать таким образом. В общем, и родители очень часто жалуются на таких детей, говорят, ну почему он такой у меня, что делать с этой энергией, вот он сидит, он не может усидеть, он не слушает, он не может сделать домашнее задание, он сто раз встанет, сто раз переделает другие какие-то дела, пока он напишет там что-то в тетрадке, две строчки не может написать и так далее. То есть очень много таких жалоб от родителей, говорят, что делать с этой энергией. И по незнанию родители этих своих гиперактивных детей таскают по огромному количеству различных кружков, каких-то секций спортивных, чтобы для чего, и спрашиваю я, ну как же, он дома вообще квартиру разносит. Поэтому вот вводим его по всем кружкам, чтобы он как-то эту свою энергию потратил, чтобы дома как-то спокойно было, чтобы он мог каким-то образом сделать домашнее задание или как-то вот вообще общаться спокойно. То есть родители думают, что у ребенка такое количество огромной этой энергии, что вот ему ее нужно помочь потратить. То есть помимо того, что он в школе там бегает, носится, да, они еще его ведут на кружки, на спортивные чаще всего, чтобы как-то энергию эту свою выбросить и так далее и тому подобное. И все равно это не получается. То есть ребенок все равно приходит домой, он какой-то вроде как и уставший и так далее, но все равно вот этой концентрации у него не происходит, все равно он не может сфокусироваться, там сесть, чем-то одним заняться. У него постоянно какие-то отвлекательные факторы, то есть он все время на что-то отвлекается, что в школе, что дома и так далее и тому подобное. В общем, что у нас там чухается так? И приходится объяснять родителям, я сейчас хочу еще раз это сказать, чтобы как бы действительно люди, родители, у которых вот дети с таким диагнозом, чтобы они понимали, в чем суть гиперактивности. Гиперактивность на самом деле это не когда у ребенка очень много энергии, и он не знает, куда ее деть. Гиперактивность это когда у ребенка не хватает энергии. То есть это совершенно противоположное понимание, совершенно другая проблема. Я не буду вдаваться в нейробиологию, в нейропсихологию, да, но в любом случае я думаю, что вам стоит это поизучать, если у кого-то кто-то сталкивается с этим. Потому что это совсем не то, о чем обычно родители думают и как это понимают. Гиперактивность это когда у вашего ребенка очень мало энергии. И для того, чтобы как-то сконцентрироваться, хоть как-то каким-то образом сидя на уроке, чтобы хоть каким-то образом вот уловить этот фокус внимания и задержать его хотя бы на несколько минут, и чтобы не отрубиться, грубо говоря, чтобы просто не уснуть среди урока, чтобы просто вот не взять и не завалиться на парту. Ребенок должен себя отвлекать постоянно. То есть таким образом он себя бодрит. Вот вспомните себя, когда едете в автобусе и прямо отрубает вас, и все, хотите спать, если вы там ночь гуляли где-то, особенно в молодости, или может даже не только в молодости, и вы просто вырубаетесь, вам хочется спать, вы не можете вот сидеть в этом автобусе, вот так вот смотреть куда-то, когда мимо вас там вот одна и та же картинка, она прям гипнотизирует, и вы вот постоянно себя как-то физически пытаетесь, да, там кто-то может ущипнет себя, ну то есть каким-то образом пытаемся себя как будто взбодрить, или лучше встать, а не сидеть, да, то есть я не могу сидеть, если я сижу, я засыпаю, поэтому я встаю в автобусе, например, вот, и стоя уже добираясь до своего пункта назначения. То же самое происходит с гиперактивным ребенком. У него настолько мало энергии, у него настолько мало вот этой вот силы концентрироваться, вообще сидеть там, что-то слушать, что он просто вынужден, это вот так построена его физиология, его нейроны, так все это вот подстроено, чтобы высидеть вообще, он обязан как-то посмотреть там, а у Васи там ручка упала, да, там Катя в носу ковыряется, а что там за окном, то есть ему надо вот это переключение внимания, чтобы не отрубиться, чтобы не уснуть, он просто вынужден переключать свое постоянное внимание. А бывают такие стадии, когда ребенок даже не может усидеть на месте, то есть он может усидеть, но он тогда уснет, поэтому он вынужден опять-таки вскочить и где-то там даже какую-то манипуляцию проделать, пройтись, вот часто такие есть, что он может среди урока встать и пойти там куда-то, или просто встать и там чего-то сделать, ну то есть, как он такой непослушный, как он имеет какое право, как он вообще такой не уважает учителя и так далее и тому подобное. А на самом деле ребенок просто не может по-другому. Если он не встанет, не вскочит и там, я не знаю, не треснет кого-нибудь, соседа там или через парту, он просто уснет. То есть у него так мало энергии. И не зная это, при том, что у него дефицит этой энергии, родители его еще таскают по трем секциям, там одну за одной, чтобы к вечеру ребенок как-то успокоился и так далее и тому подобное. А ребенок и так без сил. У ребенка и так очень мало энергии вообще на какие-то элементарные вещи, которые нужно сделать действительно в жизни, в течение его там школьного дня и так далее. Поэтому, уважаемые родители и вообще вот кто смотрит, и кто знает, может быть у вас, у друзей вот гиперактивные детки, да, пожалуйста, обратите внимание на этот факт, что это совершенно не то, о чем мы чаще всего знаем и думаем. У гиперактивных детей очень мало энергии, и ее нужно направлять в правильное русло, чтобы ребенок занимался конкретными делами, чтобы под его нейрофизиологию это все было подобрано, то есть не какие-то суперспортивные кружки, где он будет, да, можно отдавать, конечно же, если ребенку это нравится, если он хочет, но все должно быть в меру. и вы должны понимать, что если бы он мог сесть спокойно и сделать домашнее задание, он бы это сделал. А если он в течение домашнего задания вспрыгивает несколько раз, ему нужно и туда сходить, и то сделать, и в туалет, и покушать, и поесть, и попить, и посмотреть, что там другие делают, в окошко посмотреть, и в носу поковырять, и все это между делом, когда он делает домашнее задание, значит, он таким образом себя отвлекает. Конечно же, есть другие факторы, это может быть не то, что гиперактивность, это может быть просто вот ребенок, у которого нет дисциплины, это уже, я думаю, нужно определять, или вам, или специалисту, вот, но просто знайте, что вот, вот в чем кроется проблема, вот почему ребенок не может сконцентрироваться, он бы с радостью это сделал, да он просто действительно физически не может себе этого позволить, иначе он уснет. Высказала вроде все, основную информацию, если кому-то нужны какие-то более подробные, подробная информация, вот именно о этой теме, пожалуйста, дайте мне знать внизу, пишите, как вы раньше знали, вот об этом, да, то есть, сталкивались ли вы с такими детьми, может быть, у вас такие детки, или может вы сами такие, и вот вас не понимали, и думали, что вы какие-то ненормальные, невоспитанные, и так далее, пожалуйста, пишите в комментариях, и если вам интересна подобная тема, тоже дайте мне знать, и я буду с радостью для вас снимать, и делиться той информацией, теми знаниями, которые у меня есть, поэтому пишите, ставим лайки, если вам понравилось это видео, если оно вам было полезным, обязательно подписывайтесь на канал, если вас интересует психология, психология в жизни, потому что я стараюсь делиться теми моментами, которые не просто какие-то супер научные, а те вещи, которые действительно, с которыми мы сталкиваемся в жизни, иногда не понимаем причины, почему так происходит, поэтому знать причину, это уже полдела, это уже один шаг к решению проблемы, поэтому все, заканчиваю, спасибо за ваше внимание, до новых встреч, пока-пока.